Добрый день, уважаемые коллеги! Я поздравляю Николая Михайловича, полковника ФСБ и тех из вас, кто имеет отношение со столетиями дня ВЧК. Я уверен, что среди вас есть такие люди. Ну и пожелать вам горячего сердца, чистой души и благополучия в этой жизни. Потому что мне кажется, что сегодня акцентирование на этом человека, оно как никогда важно. Вы обратите внимание, вчера заключительным словом выступил один из губернаторов, который комнатами деньги собирал. До этого идет следствие, губернатор, который ОПГ возглавляет. Еще несколько губернаторов, ну поменьше, чем комнаты собрали. Полковник полиции собрал 9 миллиардов. Поэтому с нашей точки зрения возвращение к истокам, когда люди были с чистыми руками, горячим сердцем и светлыми помыслами, оно уже стучится в нашу дверь. И сегодняшнее заседание, несмотря на то, что 131 вопрос, мы подготовили проект постановления с заявлением. Вот Николай Михайлович его озвучит. Фракция Компартии Российской Федерации предлагает проект постановления Государственной Думы и проект заявления Государственной Думы о столетии создания Всероссийской Срезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК и внести вышеуказанные проекты постановления и заявления для рассмотрения Государственной Думы. Но если кто давно работает в средствах массовой информации, помните, тогда, когда председателем Государственной Думы был Геннадий Николаевич Селезнев, мне удалось тогда, это была вторая Государственная Дума, убедить зал о необходимости восстановления на Лубянке Феликса Дмонсовича Дзержинского. Я думаю, что даже и вы подтвердите, что сегодня Федеральная служба безопасности без этого памятника на Лубянке осиротела. Все время будет ЦРУ слушать, где у нас взрывает. Поэтому нам не надо указания ЦРУ. Наша служба и работала, и работает, и будет работать, мы уверены, в том плане, что сами должны все раскрывать. И сегодня, как никогда, необходимо восстановление этого монумента на Лубянской площади Феликса Дмонсовича Дзержинского. Тем более, 7 декабря в 17-м году на заседании, которое ввел Владимир Владимирович Ленин, было подписано восстановление о создании ВЧК. Вы помните, кто подогнал подъемные краны, Боровой, Станкевич и другая публика с факелами, под Улюлюханей снимали. А сегодня мы все жалеем. Все мы жалеем. Поэтому сегодня в Кремлевском дворце от съезда будет торжественное заседание. Я многие регионы обзвонил, в том числе и мою родную Новосибирску область. В 11 часов по местному времени проходит торжественное заседание. Поэтому, убирая подобные памятники, такие как Феликса Дмонсовича Дзержинский, мы разрушаем сами себя, не понимая этого. Уважаемые коллеги, вы знаете, что сегодня должен был в правительственном часе выступать министр спорта, который вместе с Мутко сделал так, что у нас, в принципе, мы без флага, без роду, без племени собираемся на Олимпиаду. Ну, кроме того, отменены правительственные, то есть заявления по социально-политическим вопросам фракции. У нас Валерий Федорович готовился, он хотел бы ознакомить вас с непрозвучавшими тезисами. Уважаемые коллеги, действительно, сегодня хотел выступить с информацией, как у нас стоят дела по правам граждан России на митинги, сходы, шести, пикеты. Вот столетие знаменательной даты. Мы хотели провести на площади Дзержинского митинг в эту честь. Власть отказала, цинично отказала и сказали, идите, посылайте нас всегда на три буквы, не подумайте, что-нибудь плохое, а в суд нас посылают. Идите, отставите права в судах на выступления, пикеты и митинги. За последние только год, семь месяцев, более тысячи протестных акций прогремело по России. Из них две трети по социальным вопросам, это зарплата, это сокращение рабочих мест, банкротство. Но, понимая, что народ не молчит, и последнее, что есть у народа, выйти на улицу и прямо в глаза высказать недовольство, за последние 4-5 лет законодательство стало меняться и приобретать репрессивный характер и запретительный характер. Изменили УПК, Уголовный кодекс, изменили КОАП, изменили закон о митингах, даже приравняли автопробеги как митинги. Запретили нам, депутатам, выступать и встречаться с избирателями. Да, яркие примеры сейчас есть. Встречаться с избирателями в форме уже митингов. Запрещают уже одиночные пикеты. В Томске вчера Единая Россия внесла законопроект о том, чтобы вообще весь центр города запретить пикеты, шествия и митинги. То есть все, невозможно, нельзя, значит, репрессивные методы применяются к дольщикам. Они более полутора миллионов, полмиллиона обманутых дольщиков. Заявили мы пикет возле правительства Российской Федерации, категорический отказ. Говорят, что там ходят люди. Мы провели исследование. Три человека в день проходят на этой площади, где памятник дружинникам 1905 года. Три человека в день. Говорят, мы мешаем ходить москвичам, поэтому запрещено. Пошли в суд. Суд отказал, поддержал власть. То есть мы констатируем, что шахтеры Гукова, Платон, обманутые дольщики, кредиты, все в запретительном характере. Увеличились в 11 раз за 7 лет, увеличились побор штрафов с людей, которые выходят на улицу. Мы понимаем, что власть, ничего не делая по развитию и изменению социально-экономической политики, пошла по пути закручивания гаек. Пошла по пути запретов проведения митингов, шести и пикетов. Это ненормально, но это тенденция. Хотя внутренней политикой сегодня, как вы помните, руководит представитель СПС, вроде как демократ. Пожалуйста, Никаж. Вы помните, принесли мне в зал, в мой рост сделали 171 сантиметр, сказали, забери на день рождения и больше никогда эту тему не поднимай. Если помните, я тогда выступил с трибуны и сказал, если вы извиняетесь перед народом, что вы удовлетворились с Россией в начале 90-х годов, Феликс Адмундович приобнял и сказал, прости нас, Феликс, что не уберегли. Феликс Адмундович Феликс Адмундович Продолжение следует...